Добрый день, дорогие друзья! В общем, очень я долго думал о том, как вам рассказать про диабет второго типа. Я очень люблю сидеть на американских ресурсах, особенно ресурсах, посвященных медицине, и нашел там один классный видеоряд. В общем, я его перевел, упростил некоторые термины, и в этой видеозаписи затрагиваются некоторые такие моменты, о которых в наших медийных источниках редко говорят. Поэтому, если у вас уже есть диабет второго типа, вам, конечно, будет хорошо ознакомиться с этим видео. И если вы не болеете диабетом второго типа, но испытываете какие-то симптомы, признаки, перечисленные в видео, или же вы не можете просто похудеть, то думаю, что это видео тоже будет полезно для вас. Диабет – это эндокринное заболевание, в результате которого сахар накапливается в крови. Вместо того, чтобы быть использованным клетками вашего тела в качестве топлива. Когда мы едим, наш организм разбивает всю еду, которую мы съели, на молекулы, как конструктор, после чего нужные детали поглощаются через пищеварительный тракт для дальнейшего использования нашим организмом. Различные углеводы подвергаются расщеплению на глюкозу, которая является источником энергии для всего нашего организма. Однако, для того, чтобы иметь возможность использовать глюкозу, молекулы этой глюкозы должны транспортироваться, транспортироваться в мембраны клеток. Для этого поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который обеспечивает транспорт множества веществ в нашем организме, в том числе и углеводов, которые распадаются в нашем организме на глюкозу. Во время еды инсулин высвобождается в крови. Стоком крови инсулин попадает во все клетки нашего организма, и транспортирует туда глюкозу. В диабете второго типа рецепторы инсулина, которые находятся внутри клеток, приобретают резистентность к нему, из-за чего снижается эффективность доставки глюкозы в клетки. Чем выше резистентность, тем больше должно быть инсулина в крови. Это будет обеспечивать срабатывание рецепторов, воспринимающих инсулин. Однако поджелудочная железа имеет пределы в выработке инсулина. И именно из-за этого и возникает сахарный диабет второго типа. Рецепторы требуют много инсулина, а поджелудочная железа столько инсулина не может вырабатывать. Симптомами диабета второго типа будут являться Частое мучеиспускание и жажда. Сонливости возможно помутнение сознания. Причинам появления диабета второго типа относят плохую наследственность, генетическую наследственность, избыточный вес и самое главное неправильное питание с избытком быстрых углеводов. В течение времени диабет второго типа повреждает кровеносные сосуды, вследствие чего может быть повреждение органов, которым ведут эти сосуды. Данное заболевание нарушает микро- и макроциркуляцию, что может приводить к проблемам со зрением, повреждению глазного нерва, а также диабет может приводить к нарушению работы функции почек. Изменением кровяного давления могут наблюдаться инсульты и инфаркты. Стоит заметить, что диабет второго типа обратим и важно очень вовремя подхватить это заболевание и не дать ему больше развиваться. Причинам появления сахарного диабета второго типа относят неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Также в группу риска входят люди с плохой генетической наследственностью, у кого есть родственники, бабушки, дедушки, мамы, кто болел диабетом. К причинам появления сахарного диабета также относят употребление некоторых препаратов. Это кортикостероиды, противовоспалительные препараты, теозитные диуретики, мочегонные препараты, некоторые виды антидепрессантов, а также ретровирусные препараты, которые используются для лечения ВИЧ-инфицированных людей. В заключение хотелось бы сказать, что сахарный диабет может нанести огромный ущерб вашему организму. Продолжение следует...